Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркетс», оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Поскольку сегодня понедельник, то традиционно для этого дня сегодня состоится вебинар «Правильный понедельник». Тему этого вебинара я предлагаю определить вам. В нашем телеграм-канале мы запустим голосование, предложим несколько тем на выбор, которые будут касаться разных финансовых активов, разных тематик. И та, которая будет наиболее интересна, вам наберет больше всего голосов, станет основной в ходе моего предстоящего выступления. Ну что ж, к повестке экономического календаря в рамках этой недели, поскольку, я думаю, это правильно, что мы начинаем с этого. На этой неделе мы ждем блок статистики из Китая, причем данные очень серьезные – промышленное производство, роничные продажи. Эти данные выйдут завтра. Прежде всего, эту статистику мы используем для того, чтобы оправдать потенциальный рост нефтяного рынка. И действительно, хорошая статистика по Китаю – это очень хорошая база рассчитывать на то, что спрос будет расти, что в рамках оставшихся месяцев этого года, что впоследствии. Потому что наш расчет именно на увеличение дефицита предложения на глобальном рынке. И на этом фоне должна выстроиться вот эта тенденция сохранения бычьей динамики, которая позволит впоследствии добраться бренду, в частности, до котировок 90-95 долларов и уже 100 долларов за баррель. Также на этой неделе будет очень много британской статистики. Мы за фунтом наблюдаем уже не одну неделю и никак не можем дождаться вот этого потенциального всплеска интереса к этому активу в свете макроэкономических данных и ожидания того, что британский регулятор останется одним из немногих, кто будет придерживаться жесткой монетарной политики. В частности, на этой неделе мы ждем данные по рынку труда. Это статистика вторника. В среду наше внимание будет переключено, соответственно, на данные по инфляции в Англии. И учитывая то, что индекс потребительских цен остается на рекордных показателях, я очень надеюсь, что в этот раз, когда трейдеры убедятся в том, что проблема высокой инфляции не решается, все-таки интерес к британцу проявится. И фунт сможет выйти на новые локальные максимумы. Также в ходе торговой сессии среды под закрытие мы будем ждать протоколы последнего заседания американского регулятора. Но не думаю, что протоколы станут каким-то новым откровением для рынка, потому что мы уже прекрасно все знаем. Мы знаем о позиции Федрезерва, мы знаем о том, о чем думает глава американского регулятора Джерома Паула. И в последнее время торговой сессии активно следим за комментариями голосующих членов Федрезерва. Поэтому, да, событие важное, но я не рассчитываю, что оно станет источником повышенной волатильности. И в пятницу под закрытие недели нас ожидает еще статистика снова по Англии, по потребительской активности, роничные продажи, что будем анализировать вкупе с показателем по инфляции. Поэтому основной фокус внимания на этой неделе на британскую валюту, которая остается в нашем портфеле. По основным инструментам, за которыми мы все еще следим. Рынок нефти стабилен в плане сохранения восходящей динамики 86 долларов за баррель от текущей котировки. Международное антическое агентство на прошлой неделе значительно пересмотрело свои ожидания по тому, как будет меняться глобальное предложение и ожидает сокращения как предложения, так и мировых запасов, что должно стать источником роста для котировок. Причем рост может последовать до конца этого года. Ранее точно такую же позицию озвучили и эксперты ОПЕК. И учитывая то, что многие страны ближневосточного картеля, которые влияют на глобальное предложение, считают, что рынок нужно и дальше стабилизировать путем сокращения предложений, как это делает Саудовская Аравия, я не вижу каких-либо препятствий на пути дальнейшего развития восходящей динамики. Собственно, как и раньше, когда я делал отсылку на прогнозы UBS, Citi о том, что 90 долларов за баррель, это прям уровень, до которого уже рукой подать. Эта цель сохраняется. На прошлой неделе максимум был даже чуть выше 88 долларов за баррель. И несмотря на то, что доллар растет, вопреки сложившимся условиям фундаментальным, нефть это игнорирует. Это тоже хороший сигнал, который позволяет нам удерживать длинные позиции. Американская валюта 102.86 текущей котировки. Напомню, что на прошлой неделе мы анализировали данные по инфляции, которая, если говорить об основном показателе, выросла с 3 до 3,2%, однако базовый индекс потребительских цен, который не учитывает цены на такие волатильные компоненты, как продовольственные товары и энергоносители, снизился с 4,8 до 4,7%. Причем аналитики полагают, что в августе снижение базовой инфляции продолжится, потому что в августе уже фиксируется значительное снижение цен на поддержанные автомобили. А поддержанные автомобили, цены на них, это один из основных компонентов, которые влияют на базовую инфляцию. Именно базовый индекс потребительских цен является наиболее предпочтительным индикатором для Федрезерва в оценке текущего инфляционного состояния в экономике. Индекс цен производителей промышленной инфляции, если тоже говорить про базовые значения. 2,4%, собственно, так же, как мы видели и в июне. Поэтому здесь нет растущей динамики, за которой мы могли бы начать спекулировать на идею, а что если Федрезерву понадобится еще одно повышение ключевой процентной ставки. Первичные заявки на пособие по безработице. Крайне плохой отчет. 248 тысяч новых обращений сильно контрастируют с показателем двухнедельных. давности, когда значение было 227 тысяч. Хотя, если мы вспомним последние два релиза Non-Farm Perils, когда общее количество новых рабочих мест было ниже 200 тысяч, у меня лично нет вопросов к вот этим данным. Я просто понимаю то, что рынок труда явно буксует и следствием причиной этих проблем является в том числе или в первую очередь высокая процентная ставка. Не забывайте, что не просто так едут сейчас кредитные рейтинги, что в целом США, что рейтинги коммерческих банков. Причем модис, которые пересмотрели рейтинг США и фич, которые понизили рейтинг коммерческих банков, точнее здесь наоборот, использовали те же самые аргументы. Это значительное давление на экономику, которое оказывается из-за жесткой монетарной политики. А если говорить про коммерческие банки, мы понимаем, что их прибыль сейчас значительно сокращается из-за того, что снижаются объемы депозитов, поскольку многие домохозяйства предпочитают сейчас инвестировать средства в облигации, тем более, что ставка по 10-летним облигациям сейчас выше 4%. Банк недополучает огромное количество ликвидности, которую мог бы получать. И если американский регулятор будет и дальше размышлять о том, чтобы тащить ставку вверх, то ситуация станет еще хуже. И следом за пересмотром, понижением кредитных рейтингов коммерческих банков могут последовать проблемы с платежеспособностью, о которых мы уже некоторое время назад наслышали. Дальнейшее важное событие – это симпозиум Джексон Холли, который состоится буквально на следующей неделе. Вот как раз на это событие я буду ориентироваться. Надеюсь, что Паул, который будет открывать это мероприятие, все же убедит сомневающихся трейдеров в том, что есть сомнения в целесообразности дальнейшего повышения ставки. Поэтому короткие позиции по индексу доллара, друзья, я сохраняю. Золото 1912 долларов за трость к фонсу. Собственно, как и прошлой неделе, мы начинаем с набором аргументов, которые говорят о том, что золото, скорее всего, будет дальше снижаться. Это рыночный сантимент. 83% трейдеров находится сейчас в покупках. Соответственно, рынок идет против толпы. Десятилетний трейджерис торгуется на отметке 4,17 и конкурирует с золотом. Золото становится менее привлекательным для инвесторов. И последний отчет от Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами – значительное снижение спекулятивной позиции со стороны институционалов. Сейчас общее количество контрактов составляет 143 тысячи против 165 тысячи, наблюдавшихся буквально две недели назад. Поэтому нет сомнений в том, что золото протестирует поддержку 1900 и локально может даже оказаться ниже. Британская валюта 1,2667. На прошлой неделе вышли сильные данные по ВВП, по промышленному производству, которые подтвердили тот факт, что британская экономика миновала рецессию. Но стоит отметить, что действительно Англия – это последняя экономика, которая не достигла еще показателей до ковида. Это экономика, которая продолжает сталкиваться с беспрецедентной инфляцией. И я надеюсь, что Банк Англии в связи с этим будет активнее бороться с этой инфляцией, потому что других инструментов борьбы с инфляцией, кроме как повышения ставки, по-прежнему нет. Длинные позиции здесь остаются в приоритете. На этой неделе, друзья, я думаю, что мы добавим в нашу портфель еще пару доллар-иена, текущей котировки почти 145, и возникает риск того, что спекулянты снова могут испытываться интервенцией со стороны Банка Японии, как это было в июне. Поэтому в ближайшие торговые сессии будем искать хороший уровень для продаж. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!